Евангелие от Марка, 4, 22. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаёмного, что не вышло бы наружу. Если бы брать это буквально, то, скажем, не так. Многое, что делают тайные органы, ЦРУ, КГБ, по сегодняшний день неизвестно. Они, бывает, рассекретят часть документов через 50 лет, а остальное вообще нигде неизвестно. Когда вопрос зашёл о репрессиях, Хрущёв специально дал указание из всех архивов изъять все документы, где говорится о том, что он подписывал смертные приговоры. И плавали целые костры в прокуратурах. Сейчас об этом пишут. И это уже никто не узнает теперь, потому что один документ был, и его сожгли. Значит, речь идёт всё-таки о страшном божьем суде. Когда откроется всё самое тайное, и мысли человеческие. Вот сейчас мы услышали евангельское чтение о том, что хозяин насадил виноградник, посылает слух, они бьют, убивают, а потом посылают сына. И мне по телефону вчера на эту тему вопрос задают. Хозяин знал, что убьют, знал, зачем же он послал. Ну, знает одного, побери другого, ни одного не приняли. Зачем он послал? По-человечески, по-земному. Ну, неправильно поступил. Зачем же посылать? Если один раз послов убили, больше никто не посылает. Вторых-то послов зачем посылать, когда их убивают? А вот для чего, говорит Иоанн Батарус, чтобы, когда закончится мировая история, чтобы никто не сказал, что я бы покаялся, если бы ко мне кто пришёл, сказал. Ну, убили-то другие, которые до нас жили. А Господь каждому поколению посылает. Ведь мы сегодня удивляемся, как можно было гнать Павла. Ну ладно, но христиане гнали Златоуста. Православные епископы собрали собор, и Златоуста предали, считай, смертью приговорили. Как это могло быть? А сегодня тома, издаюн, Златоуст, везде литургия Златоуста. После Златоуста приходит Прокол, его ученик. Та же самая история и до сегодняшнего дня. Как можно было гнать Иоанна Кронштадтского, заманывать его и убивать? Его почти убили. Как можно было отравлять истины философа? Ну ладно, язычники, но делали это и свои. Вот считаем святой вених дикта. Монахи вложили отраву в просфору, чтобы его отравить своему достателю. Монахи! Это в Житие Святых всё написано. Притом это не один раз было такое. Считаем, у монаха одного, Геронтия, медведь, помогает ему, а на других он рычит. И монахи ничего не придумали вчетвером. Собрались и медведя убили. Он тоже больше ничего не подумал. Попросил Бога отомстить, и все четверо умерли. Какая причина у тех и у других была, что медведей не хватало? Ну иди в лес, бери его, приучай его, и у тебя будет работник в доме бесплатный. Зло рождается от зла. Волк рождает только волка. Вот Слово Божие нам об этом и говорит. Что люди думают иметь какое-то изменение в прошлом. Со мной бы по-хорошему и я бы по-хорошему. А то со мной так и я ему той же монетой отплатил. Так вот для того Бог, говорит, допускай, чтобы никто не говорил. Вы говорите, что вы без Бога сделаете царство? Пожалуйста, Бог допускает 17-й год. Пожалуйста, делайте. А в конце что? Ангелы лукоплещут. Опять ничего не получилось из сатаны. И вот здесь говорит, нет ничего тайного. Какие были замыслы? Самые большие тайны сегодня в мире, это протоколы северских мудрецов, как евреи готовятся захватить мир, как они начинают войны, кого приводят к власти, править. Это все их ставленники. Какие бы они хорошие не были. Но в конце концов, эта тайна явно будет перед всем миром. Многим открыто это на земле, но окончательно на суде Божьем. Поэтому думать о том, что ты делаешь, и это тайно, и никто не знает, это неправильно. Могу я сказать, молятся по лесовке или нет? Я могу сказать. В общем, как дети кланяются, как сами. Да и даже не разговариваю, это делается видно. Читаю ты Слово Божье. Так и заговорили, вижу, не читаю. А даже тайность дома, а как ты узнал? Ну чего же не узнать? У тебя на губах кружки висят. Ты ел. Ну видно, что молочное. Молочное, а у тебя на губах молоко. Как я узнал? По губам. И в каждом деле ничего тайного нет. А наша тайна должна быть только перед Богом. И все равно даже тайные добрые дела, они выявляются. Вот читали сейчас про Стефана. Стефан является начатком Ахайи. Таких надо иметь в особом попечении. Он первый здесь обратился. Начаток этой местности. Это Степан Страшник. Тюремный. И через него другие начали обращаться. Была образована там община. И он все время следил за передвижениями Павла. Раньше он следил за тем, чтобы арестовать. А теперь, как его не арестовали. Помогал ему. Арестован ему. Старался посылки какие-то послать. Слух присылал. И все это теперь стало известно. Он делал эту тайну. Он не хотел. Павел его обнаружил. Да и хорошо, что обнаружил. В первом послании Коринфянам 4.5. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который осветит скрытые во мраке и обнаружит сердечное намерение. И тогда каждому будет похвала от Бога. Вот тогда. Вот этот стих запрещает канонизировать кого бы то ни было. Люди канонизируют по внешнему. Внутреннего никто не знает. В житиях такие повествования есть. Страшное дело-то. Все считают его засветением. Один человек зашел и видит дьявол душу, вытаскивает резубцем из него. Везде одна молва, что это богобоязненный человек, хороший проповедник и прочее. И только одному человеку Бог открыл глаза, что все совсем не так будет. Он делал, а почему, говорит, а делал для славы своей, тщеславился, ну и прочие пороки человеческие. Но прикрывались добрыми делами. Поэтому раньше времени не надо выносить пригоры. Вот сегодня спросили старообрядцев, где Никон? Все знают, в аду. А где в вакууме? Его канонизировали. А все может быть наоборот. Мы определенно можем сказать, верующий в Сына Божий и верь жизнь вечная. Верующий исполняющий. А не верующий, не уйдет в жизни. Его можно сто раз канонизировать, и мощи будут меруточить. Ну что угодно можно приписать. Ведь жития святых часто стилизует, изменяет, проходит время, начинает по-другому. Переписывает. А человек умер, он ничего не добавит в своей биографии. Почему? Павел говорит, не судите. А сегодня сидят и говорят, такого-то надо канонизировать. На каком основании? Вы что-то видели? Вам Бог дал отчет, вы увидели в раю? Нет. А сидят, бумажки перебирают. Старички, которые сами Бога не знают, быть может, совсем. И они решают, а вот такого-то там прославили. Вот сейчас опять годят, этого маниоса, с иконой ездил. А я прочитал, у него на каждом шагу как волшебство все было. Всякими разными голосами, вот иконами наточивая, которая и имерская была. Я о нем один вопрос отвечаю. Согласно книге, которую о нем выписали его друзья. Большая книга. Там ничего верующего вообще я не нашел. И кого сегодня канонизировать собирается, я знаю, об этом пишут, уже подготовка идет. Там ни одного шага нет евангельства. Канонизируют. А как это назвать? Никак не могу назвать. Как не евангельское это дело. Не судите никак. Ни в плохое, ни в хорошее. А он умер. А где он находится? Бог его знает. Деяние 20.27. Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Павел говорит. Я могу засомневаться. Всю волю Божию вообще нельзя знать. Он имеет в виду, Павел, только то, что касается нашего спасения. Воля Божия полностью откроется только в вечности. И то, только сколько, якоже, мажак. Вот Бог на сколько даст. Воля Божия есть та, чтобы мы исполняли Его заповеди. Это определенно. Воля Божия есть та, чтобы мы заботились о спасении ближнего. Это абсолютно точно. Мы можем показать, какая. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Воля Божия та, чтобы никто не погиб, но все нашли Христа, приобрели жизнь вечную. Деяние 4.20. Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Вот об этом надо говорить. Что мы видели? Скажи, ты видел, как души каются? Он впервые пришедший, ничего не знавший, и ты бы разговаривал с ним. Ну, скажи, вот конкретно, ты говорил, курить нельзя, и при тебе кто вытащил папирос и порвал, и знаешь, что он больше не взял. Вот стоял трезвый человек, купил бутылку, а ты с ним разговаривал, ну, бутылку разбил и больше никогда не... Ты видел это или нет? Ты видел человека, который шел на злодеяние и тут же весь инструмент выложил, где его куда хочешь, я больше никогда на это дело не пойду. Это Бог начал работу. И здесь написано, Павел говорит, не упускал возвещать всю волю Божию. Явно, что по некоторым делам человека мы можем определить, действительно, Дух Святой коснулся души. Екклесиас 12,14. Ибо всякое дело Бог приведет на суд. И все тайное. Хорошо ли оно или худо. Где на суд? Если сегодня кто-то скажет, я до конца узнал, исследовал биографию, в это поверить никак нельзя. Ты мог по делам определить, по записям, но до конца знать ты этого не знаешь. Вот я считаю канонизированную, которую у нас, вот и вижу его икону. Ну, канонизирован, значит, святой, так считают. А я о нем считаю, его когда допрашивали, кто даже приезжал, кто один раз к нему доел, приехал, и всех до одного выдал. Выдал, и всех расстреляли. Вот как. А святые, даже их терзали, даже жгли, они никогда не выдавали. Никогда. Хотя всякое в жизни бывает. Я его не сужу. Но он не сходится это со священным писанием. По священному писанию так. Ты жизнь должен отдать, а не другого подставить. Чтоб тебе было легче, а тот пусть умрет. Лука 12,3. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете. И что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. А что? Думаю о слове Божьем, о благодати Божьем, о Христе Иисусе. Тайно. Первый раз говорил, где-то потихоньку, Ермолай, заманул к себе во двор Пантелеон, Пантелеона его звать. Потом будет это святой Пантелеон, Монцелитель. А потом известилась на весь мир. Душа обращается от тайно сказанного слова, как вы и вставили в плотину. А потом весь мир знает, весь христианский мир уже полторы тысячи лет повторяет эту биографию. То, что ты сейчас делаешь, о тебе тоже будет молва. Но какая? Та же, как и обо мне. Мы многое делаем тайное, но тайное проявляется в наших делах. И по делам этим уже и молва идет. Псалом 39, 10, 11. Я возвещал правду твою в собрании великого. Я не возбранял устам моим, ты, Господи, знаешь. Правды твоей не скрывал в сердце моем, возвещал верность твою и спасение твое, не утаивал милости твоей, истины твоей перед собранием великим. Таиного ничего нет. То есть, со мной Бог это сделал, по пальцам можно снова смотреть. Что говорить нужно? Не скрывал правды Божьей. А вот так задай вопрос, скажи, напиши, в отношении тебя правда Божья где была? Ведь немного напишешь. А выше как говорят, вот я делаю добро, а мне зло. Я знаю очень одного просто добродетельного человека. Она вот нашла сферы твоих, одевает их, поет, кормит, полностью на себя, без исключения. Она коммерсантша. Много делала добра, она для нашего лагеря, материи помогала. Но душе страшное состояние ропота. Я чем больше добра делаю, тем больше у меня люди зло делают. Почему так? И ропот отошел до того, как я все иконы выкидывал. Я, наверное, приему мусульманству, там больше добра. Я говорю, что ж ты делаешь? Тебя Бог испытывает, Он тебя любит. Ты столько добра делаешь, ты здесь жертвуешь. Просто трудно найти такого добродетельного человека среди несорковных людей. Человек недоволен тем, как Бог поступает с ним. А Богу это не на твою добро. Да Бог без тебя этих сил это кормит. Бог без тебя весь мир кормит. Посмотри, сколько горчей у нас летает. Не в один амбар не вместить, сколько они съедают. Кормит их. На всех хватит. Псалом 77,34 Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам. Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа, и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Вот что детям нужно рассказывать. Что с тобой Бог сделал? В первую очередь, они должны знать библейские истории. Нет ничего тайного, чтобы не стало ясно. Возвести, как этот ребенок получал милости, какие были трудности. Даже у нас здесь, если внимательно смотреть, сколько Бог шедес уже сотворил, я еще раз напоминаю о грядущих холодах. Дети будут кататься у вас. Приготовьте лестницы с двух сторон. Если ребенок провалится под лед, вы ему ничего не подсудите. Это совсем нетрудно сделать-то. Ну, выберите какое-то время, а если нет палок, какие-то придите, я вам дам. Только сохраняйте, на каждого, чтобы это было. Беда где-то рядом. Дети непослушные, а им очень интересно кататься. Нет ничего тайного, что они тайно бегать будут туда. А явно будет тем, что уйдет под лед. Вот это будет явно. Заговорит весь район и так дальше будет. Почему и написано, все, что мы делаем, делаем перед лицом Божиим. Вот это сделал бы, если бы рядом стоял просто посторонний человек. Не сделал. А если рядом Господь, а он все видит. И сразу это останавливает. И ребенку чаще об этом говорите. Дети могут быть другими, если им постоянно напоминать о Боге. Не так, что родители ушли, он шторочку на иконках задернул, теперь можно в холодильнике колбасу съесть, сметанку слезать. Боженька не видит. Бог всюду и везде. Что ты разговариваешь, что ты думаешь, какие делаешь движения, все твои намерения. Почему Христос и говорит, нет ничего тайного. И поэтому ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. А через что выходит? Через поведение, как правило. Какое будет отношение? Я вижу, вот в воскресенье, в прошлый раз вижу девочку, заставляет работать, что-то она здесь убирает. Не надо этого делать. Во-первых, у нас посторонние люди. Приехали гости. А тут со швабой идут, я должен был остановить и вернуть. Не надо. Поехали к брату. У него все бабки вышли, вокруг храма убирают. А почему? А батюшка сказал, не покоряться священнику. Священнику воскресный день не принадлежит, он Богу принадлежит. А вот шесть дней он имеет право попросить тебя или что-то где-то сделать. Ничего тайного нет. Что бы с нами ни было, рано или поздно будет известно, и как мы поступили, и где стерпели, а потом будет все вспоминаться. Я никогда не видел своего деда по отцу. Но мне рассказывали, какой он был кроткий. Я это сохраняю в памяти. Он настолько был богобоязненный. А приехали сюда, а здесь беспоповцы, кержаки, а они земли не нарезали, не давали разрешения, пока не примет их веру. Вот как на соседнем селе живут. Староопляцы, не верящие священства. И он согласился, ну раз приехали, тогда в Россию не поедешь. А он принадлежал к тем старообрядцам, у которых священство, дело Кренинской иерархии. И он поехал домой в Рязанскую область. Поехал, а в доме живет родной брат, глухонемой. А глухонемые, если они не верующие, они страшно злые, сильные и злые. А ему кто-то возьми и посмеялся. Брат приехал, Дмитрий, у меня отец Тихон Дмитриевич, чтобы отнять дом. Кто это сказал? А он это и понял. Он приехал первым делом. Сходил в ваню, сходил в церковь и пришестился. Он истомился, здесь причастия этого этих нет. Пришел домой, сел за стол. И он за столом, а рядом мать сидит, бросился на него и убил за столом. Брат брата, моего деда. Моего родного деда убил двоюродный дед. Это все, теперь и вам это явно. Во-первых, дурное слово сказано. И он стремился, как будто бы все у него было, все закончено. Он уехал отсюда, оставил семью и уехал навсегда. Но кротость ему напоминается и сегодня. Господи, самое главное в нашей жизни примириться с Тобой. Хорошо бы перед смертью причаститься. Хорошо, чтобы никто на нас ничего не имел, хотя это и невозможно. И прославит Твоими, и последними словами пусть будет слава Богу за все, как я, златоуст. Его тащат, привязанного веревкой, где-то за колесницей златоуста. Он встанет и опять повторит слава Богу за все. Никто про это не знал. Вокруг угроены враждебные люди. А мы знаем здесь, спустя полторы тысячи лет. И наша тайна, да будет добрым. И то, что даже мы скрываем, все равно где-то будет известно. Да да, с добрых примеров. И сохраним мы эти слова Господа, что если будет злое у нас, и злое после смерти будет, поминай, как мы приходили в храм, спали, как мы не искали Бога, как жадничали, зло вслали и прочее. Да не приведет к этому Господь. Аминь.